Красный цвет Но ведь есть и черная книга. Так называется список животных и растений, навсегда исчезнувших с лица Земли. Людям казалось, что покоряя дикую природу, они делают мир более комфортным. Но это была иллюзия. И наступил момент, когда стало ясно, пора остановиться, чтобы красная книга окончательно не стала черной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зимой и летом, весной и осенью мы проехали и прошли сотни километров по Дальнему Востоку и по Центральной России, по берегам Арктических морей и по жарким южным степям. Этот путь мы совершили вместе с теми, кто посвятил всю свою жизнь уникальным российским заповедникам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чукотка, Берингово море. Одно из очень редких мест на планете. Еще в 16 веке китов здесь было столько, что они представляли гораздо большую опасность для мореплавателей, чем туманы, айсберги и необозначенные на картах подводные скалы. Киты эти стали на грани исчезновения. Даже в середине прошлого века был какой-то период, что считаешь, что, скорее всего, он вымер уже, потому что на протяжении многих лет не было ни одной встречи. Это прямой результат антропогенного воздействия. Подследование человека – это китобойный промысел. Полярные и гренландские киты, горбачи, сейвалы, фенвалы, кашалоты – китобои били всех подряд. Потому что это киты достаточно тихоходные, прибрежные, легкая добыча, самое высокое содержание жира в ворвании. Их просто истребили. Именно этот жир несколько столетий освещал десятки тысяч городов. Ворванью заправляли уличные фонари. И лишь в середине 19 века ее начал заменять керосин. Подчас вирус жестокости уничтожал целые виды. Так произошло со знаменитой стеллеровой коровой. Стеллерова корова – млекопитающая отряда сирен. Длина тела более 9 метров. Вес – около 1 тонны. Питалась морскими водорослями и морской капустой. Отличалась медлительностью и апатичностью. Открыта в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Крошечную популяцию истребили. Если бы тогда мирных ластоногих не уничтожили, то человечество могло получить еще одно домашнее животное. Совершенно ручное, обладающее кротким нравом и абсолютно лишенное страха к человеку на генетическом уровне. То есть вот открыли, а через 27 лет закрыли этот вид. Но до этого-то они много где жили, а к моменту открытия официального, когда стеллер описал этот вид, они оставались только на Командорских островах маленькой популяции. То есть они уже сократились настолько, что только ткни и развалятся. Сегодня право охотиться на китов имеют только некоторые коренные народы Арктики. Это так называемый аборигенный промысел. Слово аборигенный обозначает, что запрещено любое промышленное использование добытых туш. Причем величина квот строго рекламентирована. Например, вся российская квота составляет около полутора сотен серых китов в год. Народы, которые живут еще в единении, если так можно выразиться, с природой, они, ну, прежде всего, они от нее еще не отделены. Являются частью этой природы и себя без нее, в принципе, не представляют. Говорят, что в ките съедобно все. А китовая кожа – самый изысканный местный деликатес и самый ценный источник чистого белка. Если коренные жители перестанут питаться свежим мясом, у них уже к 20 годам выпадут зубы, и они даже могут смертельно заболеть. За эти тысячелетия питания этим мясом они уже, так сказать, срослись и стали взаимозависимыми, если так можно выразиться. Поэтому охота им разрешена, и я думаю, что эта традиция сохранится еще на многие десятилетия, столетия. К началу XIX века европейский зубр был практически истреблен. Несколько сотен реликтовых копытных уцелело в зверинцах и богатых усадьбах. Тогда в России их под личную опеку взял сам император Александр I в 1802 году. Государь повелел, ввиду особой редкости порода дичи, именуемой зубром, никому из смертных не разрешается стрелять зубров и чинить им любой вред. И охотиться можно было на любых животных, на лань, на оленя, но ни в коем случае не на зубров. Зубр под строжайшей охраной были. Зубр – млекопитающая рода бизонов. Последний представитель диких быков в Европе. Длина туловища может достигать 3 метров. Высота в холке до 188 сантиметров. Вес более одной тонны. Вид исчезает. Сегодня зубр сохранен как биологический вид благодаря выдающемуся российскому биологу Михаилу Заблодскому. Это он долго и придирчиво выбирал место для заповедника, изучал рельеф, состав растительности, климатические особенности и остановился на этом живописном месте, где подмосковные леса плавно спускаются к берегу реки Аки. А экосистемы устойчивы в том случае, если они разнообразны. Я всегда привожу пример карточного домика. Вот из карт построили домик. Одну карту вытащили – домик стоит. Вторую вытащили – домик стоит. Энную вытащили – все рухнуло. Так вот, если экосистемы будут разрушены, то человечество тоже не выживет. Потому что на одном бетоне жить нельзя. В 2001 году в красном списке зубр был переведен из группы исчезающих видов в группу уязвимых. И это все произошло благодаря людям, для которых защита редких животных стала смыслом жизни. Пробуем искать бобровые норы. Для чего мы их ищем? В первую очередь для того, чтобы показать и вспомнить, как ловили раньше бобров. Входы, как правило, под каблами. О, вот уже поглубже стало. Вот тут, скорее всего, должен быть вход. Вот в этом месте, во время отлова, когда отлов проводился, можно уже ставить ловушку бобровую обускать, нащупывает ее ногами и опускает в воду ловушку. И ждут. Потревоженный бобр оттуда выскакивает, ударяет в подсаку, он поднимает уже эту подсаку с бобром. Вот таким методом отловили много бобров для расселения по всему бывшему ареалу. Столетия за столетием бобров били повсюду. Ради мяса, ради шкуры, ради знаменитой бобровой струи касториума, которой приписывали волшебные целительные свойства. Кастер – это латинское название бобра. Бобр – крупный грызун. Длина тела вместе с хвостом чуть больше метра. Высота – до 35 сантиметров. Вес доходит до 32 килограммов. В Красную книгу России занесены западно-сибирские и тувинские подвиды обыкновенного бобра. Зоолог Леонид Сергеевич Лавров в 30-х годах прошлого века сделал все возможное, чтобы из-за хищнического промысла бобр окончательно не исчез с лица земли. Чтобы наблюдать за ними, сотрудники заповедника ставят фотоловушки. Ведь бобры – ночные животные. Бобры способны коренным образом менять ландшафт и создавать идеальные условия для многих других зверей и птиц. Если они свалили дерево, то его ветками полакомятся копытные – олени, лоси, косули. Если соорудили плотину, образовался большой водоем, значит, тут появятся цапли и водоплавающие птицы. За птицами потянутся хищники. Ну вот, здесь видно бобровый канал выходит из озера, по которому бобры выходят на кормежку. Вот она хатка. Вот она хатка. Ну вот сразу видно, что хатка жила и крепкая семья. Видно, этой осенью сделан ремонт. На хатку сверху натаскали ил. Сверху лежат свежие ветки срезанные. Ну, что-то бобровая семья подготовилась к зиме. Жилища бобров – это сложные инженерные конструкции. Каскады прудов, дренажные канавы, системы подземных коридоров с кормовыми, жилыми и складскими камерами. Владимир Лавров сегодня продолжает дело своего отца. Прикрывай. Ну, для меня бобр – это друг в большей степени. У меня отец начинал, мать за бобом питомником был. Я уже тоже 40 лет. Где-то 120 лет на троих. У нас диких бобров в заповеднике 300 примерно, в Воронежской области 3,5 тысячи. Ну, а в стране сейчас 700 тысяч, половина этих воронежского происхождения. Они заселили, вот вся европейская часть нашим бобром, до Сибири примерно. В Европу, в Польшу, в ГДР отправляли. Сегодня в Воронежском крае бобр – снова промысловый вид. Но даже те, к кому в сад или огород наведывается незваные гости, стараются не брать в руки ружье. Вот здесь они обустроили свое жилище. Вот даже осталось. Вот я сетку туда забросил. Видите, вел борьбу. Но это мало что принесло. Пришлось применить музыкальные инструменты. Им не нравилась более громкая музыка просто. На рынке заповедник возник практически одновременно с Рыбинским водохранилищем. И главной задачей заповедника было изучение вот этого огромного водоема, как он влияет будет на природу. И в то время о редких видах речь еще не шла, потому что их практически здесь не было. Рыбинское водохранилище – это искусственный водоем, не дикая природа. Но со временем птицы поняли, что заповедник ничем не хуже, и начали здесь селиться. И одним из первых новоселов стал краснокнижный орлан-белохвост. Орлан-белохвост – один из самых крупных крылатых хищников. Длина тела достигает 90 сантиметров. Вес – до 7 килограммов. Размах крыльев – 2,5 метра. Ведет дневной образ жизни. Селится у водоемов. Продолжительность жизни около 25 лет. А ну и хорошие. Иду, иду к вам. Привет. Чего крякаю-крякаю? Сам боюсь. Что делать-то? Всю весну, лето и осень орнитолог Мирослав Бабушкин и его жена Оксана проводят в Дарвинском заповеднике. Держу, держу. Все, 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 мой хороший. Эта косточка называется цевка. Вот у него у орланов, то есть орланы от орлов отличаются тем, что у них полуоперенная цевка. Вот, в общем-то, на птенцов орланы-белохвосты, которые родились в Дарвинском заповеднике, мы надеваем такие кольца. Два колечка. На правую лапу надевается зеленое колечко, серебристо-зеленое. На левую серебристое кольцо с черным кодом. Этот цветовой код кодирует регион так называемой Верхней Волжи. Сюда относятся Ярославская область, Вологодская область и Костромская область. Все, готов. Для меня птицы – это интерес и некий даже, может, смысл жизни. Не то, что там побольше их увидеть, заметить. А я получаю колоссальное удовольствие, во-первых, от того, что я имею возможность их видеть в природе, в естественных условиях. Кольцевание позволяет отследить маршруты миграции птиц. Ведь по маркировке на кольце легко найти того, кто так пометил птицу. Так, например, случилось и со скопой, редким хищником, который обитает в заповеднике. Информация была такая, что птицу нашли в Камеруне. Рыбаки, она попала якобы в сети, ее взяли и держат люди у себя. Я, соответственно, пишу, что эту птицу нужно обязательно отпустить. Если она не травмирована, не повреждена, подавайте, мы будем вести переговоры, я помогу им ей выходить. Камерунцы дали ясно понять, что хотят получить за птицу деньги. Мы подключили русско-географическое общество и связались с посольством Камеруна в России, и, наоборот, в России в Камеруне, связались с местным национальным парком, который согласился принять эту птицу, ее как бы вылечить, выходить и выпустить в природу. Но переговоры затянулись, а время было очень дорого, ведь новоиспеченный хозяин птицы не знал, как за ней ухаживать. И через сутки приходит информация, что птица погибла. Скорее всего, хозяин хотел выручить за птицу большие деньги. Известно, что редкие виды – дорогой товар. Если бы не было СИТЭСа, наверное, было бы в разы хуже с торговлей животными. Это и так второй рынок после торговли оружием вообще-то во всем мире, или третий после торговли еще оружием наркотиками. Международная конвенция СИТЭС запрещает контрабанду животных. Но их везут через границы, причем в жутких условиях. Накачивают лекарствами, наркотиками, заматывают скотчем, заворачивают в газеты, а некоторые садисты зашивают им рты и даже глаза. Я понял, что мы очень большие эгоисты. Действительно, мы изначально думали только о себе. Надо все-таки задумываться, что действительно мы в некоторой степени все-таки короли природы, потому что наша масштаб была столько огромная, мы можем влиять на них, поэтому мы должны быть разумными. С птицами связана вся жизнь орнитолога Мирослава Бабушкина. Друзья и знакомые, если встречают подранка, тут же несут его к Бабушкину. Знают, что он спасет пернатова. На операционном столе дикий орлам белохвост. Его доставили в ветеринарное отделение череповца с серьезной травмой крыла. Никто не хотел убраться. Я говорю, ну, вы понимаете, это уникальный вид, давайте попробуем. Константин сказал, да, хорошо, я смогу. Вот Константин Клоков, это наш замечательный ветеринар, который в череповце берется собирать птиц, как он говорит, собирать птиц. Птица должна была погибнуть, но, в общем-то, мы решили, что надо попробовать ее спасти. Это удалось, и мы его оставили в себя на даче под череповцом, где бабушка, в общем-то, следила за этой птичкой. Тук, ну, привет. Привет, мой хороший внучок. Он приездил. Первую птичку привез, она еще была, конечно, после операции, такая больная. Она очень спокойная птица была. Я первый раз, конечно, удивилась. Очень больной был, потому что мы когда приехали, посмотрели, так он только сидел, даже не летать вообще не мог. Гришу кормлю обычно рыбой. Головы куриные хорошо ест, мясо хорошо ест. Гриша чем питается. Уже больше года Гриша находится на реабилитации. Но если эта птица еще может надеяться на полет, то миллионы других редких пернатых уже никогда не поднимутся в воздух. Бескрылая гагарка, странствующий голубь, когда-то самая многочисленная птица на планете. Дронт. Его вес достигал 25 килограммов. Моа. Гигант среди пернатых. Высота этой птицы была 3,5 метра. Сегодня этих птиц уже нет на земле. И виной тому человек. Дальневосточная тайга. Бассейн реки Амур. Это заповедные места, где много глухих лесов и кристально чистой горной воды. Вот. Вот в этом районе он сейчас находится. Хозяином тайги здесь всегда называли Амурского тигра. Но в середине 20 века сложилась ситуация, когда таежный хозяин мог навсегда покинуть эти места. Он не собирался мигрировать. Тигров практически уничтожили. Еще немного, и пришлось бы их занести в печальный список персонажей Черной книги. Амурский тигр. Один из самых крупных наземных хищников нашей планеты. Длина тела самца от носа до кончика хвоста может достигать 4 метров. Вес до 250 килограммов. Высота в холке до 115 сантиметров. Продолжительность жизни в природе около 15 лет. Так охотники издавна настраиваются на ритм дикой природы, верив в то, что в этом случае встреча с тигром не станет опасной. Наш проводник Василий Дункай – удыгеец. Живет в деревне под Уссурийском. По следам тигра он может легко определить его вес и пол. Для него не составляет труда сразу сказать, чужой это тигр, пришедший издалека, или местный. Своих, живущих на окрестной территории, он знает прекрасно. Василий мне сказал, мы стараемся с тиграми не встречаться в тайге. Это не нужно, это опасно. Тигр, по мировоззрению удыгейцев, нанайцев Дальнего Востока, это священное животное, это своего рода такой дьявол в полосатой шкуре, с которым лучше не встречаться без нужды. На Дальнем Востоке России сохранилось около 500 взрослых особей. Для изучения популяции этого редчайшего животного в 1992 году была даже создана специальная международная программа «Амурский тигр». Активным участником этого проекта является и Русское географическое общество. Бескрайняя степь. Она всегда завораживает взгляд. Но особенно прекрасна степь весной, когда просыпается после зимы и покрывается ковром цветущих тюльпанов. Вот здесь и было гнездо филина с тремя яйцами. Ну, сейчас ниша пуста. Какова судьба этих яиц? Скорее всего, их забрали люди. Судя по следам, здесь прогнали коров недавно. А за коровами шел человек. Во-первых, корову спугнули птицу. А человек мог забрать яйца. Вот потому филин и редок, что он очень уязвим. Гнездится на земле, гнездо доступно. От любых наземных хищников и пернатых филин может защитить свое потомство. А от человека нет. Филин. Хищная птица семейства совинах. Длина тела может достигать 75 сантиметров. Вес взрослой птицы до 3 килограммов. Размах крыльев до 190 сантиметров. К гнездованию приступает один раз в год, зимой или ранней весной. Продолжительность жизни около 20 лет. Большую часть своего времени орнитолог Александр Липкович проводит в поле. Уже 30 лет он занимается исследованием и сохранением природы Юга России. Вот такое укрытие называется скоротком. Оно позволяет скрыться от птиц не хуже любого хищника. Ну вот так это и работает. Птицы думают, что человека нет, природа живет своей жизнью, а фотообъектив наблюдает и фиксирует. Отсюда Александр часами следит за поведением лебедей, ходулочников, стрепетов. Помимо филина, здесь много птиц, которые занесены в Красную книгу России. По последним данным, в заповеднике зарегистрировано около 217 видов. 127 из них гнездятся в этих районах. 61 вид появляется здесь во время перелетов. 16 видов – зимой. Два дня вместе с Александром Лепковичем мы проверяли известные ему гнезда филинов. Близкое соседство редкой птицы с человеком часто приводит к трагедиям. И это главная причина тревоги ученого. Наши с вами экскурсии наглядно показывают. В чем разница между заповедником и неохраняемой территорией? Здесь нет скота, нет посторонних людей. И из года в год филины успешно выращивают потомство. В этом году всего один птенец, но уже достаточно крупный. Вот характерный для филина опережающий рост лап. Птенец еще маленький, пуховый. А лапы уже как серьезное оружие. Вот это был его младший брат, но, видимо, или не хватило корма, по какой-то причине он погиб. Это год, видимо, вообще неблагоприятный для филинов. Мое глубокое убеждение, что человечество дичает. Люди создали себе совершенно искусственную среду обитания. И в этой среде обитания они стали с этакой нежностью относиться к дикой природе, сидя на диване и глядя в телевизор. Такой телевизионный диванный взгляд на природу породил множество мифов. Один из них, что есть хищные животные, которых надо нещадно истреблять. Долгое время к ним относили и волков. Мне приходилось в течение лет 15 участвовать в охотах на волков. Волк хищник и наносит очень серьезный ущерб и охотничьему хозяйству, и скотоводству, особенно в горах Кавказа. Причем самое неприятное, что волк не берет столько, сколько ему надо. А попав в стадо баранов, скажем, он может убивать, убивать и убивать, нанести огромный ущерб. Сегодня в Европе их практически не осталось. Например, в Англии последнего волка пристрелили еще в 17 веке. И только недавно пришло понимание, что волк – один из самых совершенных санитаров леса, которого только могла придумать природа. Мне очень давно хотелось пожить рядом с этим зверем. Даже когда маленький волчонок смотрит тебе в глаза, полное ощущение, что он о тебе знает больше, чем ты сам. Это не собачий взгляд. И не случайно многие исследователи склонны к тому, что волки обладают чем-то вроде телепатией. Они могут передавать мысли на расстоянии, без звуков, невербально, как говорят. К сожалению, даже природными экосистемами сейчас нужно управлять. Те же волки, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, дадут такую вспышку численности, что не останется, скажем, копытных животных в лесах. И это совершенно реально. Хотим мы этого или не хотим, обязательно надо регулировать численность волка. Управление природными экосистемами особенно актуально там, где звери и птицы находятся в условиях агрессивной техногенной среды. Правда, в этом случае речь надо вести уже о спасении тех, кто не создан природой, жить в таких условиях. Вот еще одна птица, погибшая под концевой опорой. Можно обратить внимание, вот они, следы ожога, электрического ожога на лапах. Вот один и второй. Места пробоя видны, да? Вот они. Цивилизация без линии электропередач существовать не может. Но эти высоковольтные провода стали самой настоящей бедой для птиц. Причиной гибели может быть либо поражение электрическим током на опоре, либо столкновение с электрическим проводом. Особенно остро эта проблема стоит для крупных хищных птиц, которые почти все числятся в Красной книге. В степи, когда на десятки верст вокруг ни одного дерева, пернатые частенько используют электроопоры, чтобы передохнуть или выследить добычу. Был случай в 2010 году, когда на 18 километров обследованного маршрута воздушной линии электропередач мы нашли 52 погибших степных орла и курганики. Но как остановить этот смертельный конвейер? Передавать электроэнергию только с помощью подземного кабеля, конечно, это безопасно, но очень дорого. Только в одной калмыкии 14 тысяч километров воздушных линий электропередач. Выход нашли. Опоры линий стали накрывать специальной защитой. Это применение так называемых диэлектрических кожухов птицезащитных. Там, где установлены птицезащитные кожухи, за все время обследования мы находили только две погибшие птицы. То есть мы практически на 100% защитили эти линии. В сражении с человеческой цивилизацией природа расплачивается не только жертвами. Очень много животных становится калеками. Вот уже 30 лет зоолог Алексей Мурашов и его жена охотовед Яна, имея московскую квартиру, живут в глуши тверских лесов, выхаживают птицы-зверей, попавших в беду, чтобы потом выпустить их на волю. Свой центр реабилитации «Ромашка» они основали сами, без всяких спонсоров. Вот видите, у нее полностью оббиты перья, концы перьев. То есть такая сова, конечно, не может быть выпущена в природу никаким образом. Алексей Мурашов – специалист высочайшего уровня. Людей, как он, в мире совсем немного. Любой зверь, попавший в руку человеку, может быть выпущен. Но нужна только специальная подготовка. Вот этой подготовкой мы и занялись. Даже если они к нам приходят более ручными, мы стараемся их от этого отучить. То есть меньше с ними контактируем, меньше их посещаем. Почему? Потому что, когда животное не может переучиться, то выпустить его просто на гибель мы не имеем права. Но бывает и так, что животное, ослепшее или ставшее инвалидом, выпускать на волю нельзя. Например, самец рыси по кличке Сильвер так и остался у Мурашовых. Ну, а к нам попал заходчивое хозяйство из капкана, который ставили на бобра. Сейчас это вообще рыси переходят на поедание бобров в большом количестве. А на бобру ставят капканы. И очень много рысей попадает в этих капкан, и вот остаются либо коллегами, либо вообще погибают в этих капканах. Такие инвалиды иной раз много лет живут в центре «Ромашка». Образовывают пары и дают потомство. Нет, они нас никак родственника не воспринимают. Вот когда мы растили свою первую девочку, мы ее брали в две недели, вот, и она нас воспринимала именно как папу-маму. И она с нами ласкалась, она с нами спала, и она до сих пор очень ручная. А этих мы взяли уже от рыси, им было больше месяца, и они уже нет. У них, конечно, есть мама, как говорится, рысь, но потом их установила еще наша кошка, и вот кошка для них как бы родственник. А мы так, обслуживающий персонал. Когда мы вырастили, выпустили копчика. Маленький такой мелкий соколок, самочка. Вот. И мы были поражены, когда на следующий год, в мае, он прилетел и летал у нас над домом и кричал. То есть он нашел то место, где он вырос. Супруги Мурашовы вернули в природу более двух с половиной тысяч птиц и огромное количество животных. От мелких, вроде белок, кротов или ежиков, до крупных – лис, енотовидных собак, волков и рысей. Человек, в общем-то, в природе существует очень мизерное время. За это мизерное время он уничтожил так много, что уже, опять же, без помощи самого человека многие виды животных уже не восстановить. Тарпан – европейская дикая лошадь. В 1879 году был убит последний представитель – тур или первобытный бык. Считается, что последняя особь погибла из-за болезни в лесах бассейна Днепра в 1627 году. Туранский тигр или закавказский тигр. Вымерший под вид тигров, обитавших в Средней Азии, Северном Иране и на Кавказе, последний раз туранского тигра видели в дельте Амударьи в 1957 году. Мы даже приблизительно не можем оценить, сколько реально видов животных исчезло за то время, когда человек мог реально оказывать какое-то влияние на биосферу, на растительные и животные сообщества. Здесь, в Зоологическом музее Московского университета, можно увидеть животных и птиц, которые навсегда исчезли из природы. Многие знаменитые ученые принимали участие в формировании уникальной коллекции. Но, возможно, уже в 21 веке потребуется создавать музеи, экосистем. Далеко не всегда человек истребляет животных непосредственно, то есть стреляет из ружья, как-то их ловит селками, то есть просто истребляет. Зачастую гораздо большую роль играет исчезновение биотопов. Срубили лес, и вид перестал существовать. Какое-нибудь кормовое растение вдруг оказалось истреблено. И все. Хотя на вид не охотятся, на эту птицу не охотятся, птица исчезает. Арктика долгое время оставалась естественным природным заповедником редких зверей и птиц. Несколько лет подряд в погожие дни орнитологи ищут здесь гнездовье белой чайки. Мы побывали в самых различных уголках архипелага. Там, значит, вдоль берега птичьи базары, там люрики гнездятся, чистики, бургомистры, все как нормальные птицы. И отдельно от всех мы увидели белых чаек, то есть все как 140 лет назад. Белая чайка. Приполярная птица семейства Чайковых. Длина тела около 45 сантиметров. Клюв желтый с зеленоватым основанием. Ноги черные. Гнездится колониями. Чаще на скалах. В продолжительной жизни около 30 лет. Белая чайка впервые была упомянута британским китобоем Джонасом Пулом в 1609 году. Но по сей день она остается одним из наименее изученных морских птиц не только Арктики, но и мира. У биологов есть такое понятие – организмы-индикаторы. Они позволяют очень точно оценить здоровье экологических систем. Сейчас лед, льда становится меньше, берега открытые. И таким образом течение имеет доступ прямо к побережью. И тут же стал накапливаться мусор, который принесен отовсюду. Если уменьшится ледяной покров, а острова земли Франца Иосифа покроются мусором, то и белая чайка там окончательно исчезнет. Живыми индикаторами здоровья полярной экосистемы помимо белой чайки стали в том числе белые медведи и моржи. То существо настолько древнее, настолько уникальное в своем роде и внешне, и по образу жизни. Меня это очень впечатлило. Я действительно в моржи влюбился с первого взгляда. Хотя внешне они очень страшненькие, неказистые. Морж – крупнейший представитель ластоногих в своей среде обитания. Хищник. Длина бивней может достигать одного метра. Выделяют два основных подвида. Атлантический морж. Их осталось всего около 20 тысяч. Тихоокеанский морж. Численность составляет приблизительно 200 тысяч. Многие действия с этими, казалось бы, неуязвимыми животными требуют не только ловкости, но и величайшей осторожности. Взятый на биопсию с помощью специальной стрелы кусочек живой ткани может выявить, какие заболевания распространены именно в этом сообществе животных. И не грозит ли им массовая вспышка какой-либо болезни. Если произвести забор слишком грубо и бесцеремонно, то в лежбище моржей может возникнуть паника. И эти огромные животные, ринувшись к воде, попросту подавят друг друга. Лежбище моржей на Чукотке доступнее, чем в Арктике. Но местные жители свои чумы переносят от берега подальше в тундру. Собаку водят, костров стараются не жечь, чтобы ничем не помешать животным. И раньше, и теперь, ну как назовем, не писаный закон. Не подходить, не стрелять там, не разгонять. Первый морж, добытый в году, является для охотников сакральным. По их поверьям, это сам Бог, который пришел к людям и пожертвовал собой ради их благополучия. Традиции соблюдаем. Тут хозяин лежбища в селе есть. Он тут истинный корень. Первого моржа, когда добывали, особенно вот Байдара, хозяина лежбища, добывало первого, а потом уже остальные. И первого добудут, всем по чуть-чуть, но раздадут всем. Еще в 1956 году в нашей стране был введен запрет на коммерческий промысел моржей. Он действует и по сей день. Однако жители Чукотки наделены исключительным правом добывать моржей для поддержания традиционного уклада жизни. Степь. Она опоясывает земной шар по пяти континентам. Вся жизнь этого гигантского пространства зависит от копытных животных, в том числе таких, как сайгаки. Они пережили холод ледникового периода. Но охота без правил в конце 20 века почти уничтожила ровесников мамонта. Сейчас в Калмыкии осталось всего 4-5 тысяч сайгаков, что недопустимо мало, и фактически этот вид поставлен на грани исчезновения. Сайгак – млекопитающее из-под семейства антилоп. Длина взрослого животного – около 130 сантиметров. Высота – 70 сантиметров. Вес может достигать 40 килограммов. Продолжительность жизни – от 6 до 10 лет. Если не будет сайгаков, то степь начнёт зарастать бурьянистой растительностью, то есть она начнёт дичать и свой первоначальный вид изменит. Поэтому сайгаки, они очень важны, как необходимый компонент травянистых экосистем. Заповедник Чёрной земли – это крупнейший в России полигон для охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака. Для Владимира Бадмаева и его коллег самая горячая пора работы – май, когда на свет рождаются сайгачата. Сейчас мы подвигаемся к смотровой вышке номер 3, чтобы определить местоположение сайгаков. И наблюдаем по дороге сайгачат маленьких. Так, свяжу. Массы нет здесь единичной самки. Ещё 4 матки идут. В середине 20-го века сайгаков было свыше 800 тысяч. Каждый год официально отстреливали от 50 до 100 и до 150 тысяч. Примерно столько же отстреливали браконьеры, сами питались. В 70-е годы я был в Калмыкии каждый год. И куда ни зайдёшь – в ресторан, кафе, столовая, к друзьям. Только сайгачатами. Для поиска животных в последние годы стали использовать квадрокоптер. Вот я вижу голов 350-400 сайгаков. Вот пролетая прямо над ними. Они куда движутся? Они движутся на северо-восток. Сайгачата есть там между ними? Сайгачата есть. В 90-х годах произошла резкая смена мотивации добычи сайгака, ну и в первую очередь браконьерской, то есть незаконной охоты. На мясо уже стали обращать очень мало внимания. И в основном стали добывать самцов сайгака, так как спрос на рога в Юго-Восточной Азии очень сильно увеличился. В настоящее время стоимость одного килограмма рогов сайгака доходит до 8 тысяч долларов в Китае. Там свято верит, что лекарства на основе рогов помогают излечиться от смертельно опасных болезней и вернуть мужскую силу. А так как сайгаки – это полигамные виды, то есть у каждого самца есть гарем, состоящий из 10-15 самок, то можно представить, сколько нерожденных сайгачат мы имеем каждый раз, когда убивают взрослого самца. В крупных стадах сайгаков порой вспыхивают массовые заболевания. И для того, чтобы вовремя их предупреждать, необходимо вести неустанный контроль новорожденных сайгачат во время массового отела. Хорошо, что ты его увидел издалека. Самец-самочка. Так, это у нас самочка. Судя по почти высшему пауку, ей 3 дня. Сейчас мы определить надо живой вес. Я пока координаты забью. Так, вес средний – 3,490. Так, сейчас мы его успокоим, чтобы у нас он не тревожился. Прикроем ему глаза. В истории сайгака уже бывали такие случаи, когда чистость была на очень низком уровне. Но этот вид имеет очень высокую воспроизводственную способность. И если его оставить в покое и не убивать, то через какое-то время чистость восстанавливается. В ноябре 2016 года из Венгрии в Оренбург привезли 14 долгожданных гостей. Мы ее открываем? Внизу, хотя бы. Мы не вкладывали. Мы столько переживали, мы не знали, как они прибудут, как они перенесут дорогу. И теперь мы уже успокоились, понимаем, что все лошади живы, здоровы. И у нас остался один ответственный момент. Мы сейчас должны разгрузить их и максимально быстро, при этом скорость не превышая 40 км в час, доставить их на участок. Это уже вторая группа животных для центра реинтродукции в Оренбургском заповеднике. Год назад сюда привезли 6 лошадей из Франции. Поскольку животные, которые прибыли из-за границы, достаточно долгие проделали путь, транспортировка, они испытали стресс, и это может отразиться на их здоровье. Поэтому наблюдать за ними нужно постоянно. Они сегодня не такие тревожные, как в первый день. Сегодня у них больше любопытства. Вот они идут таким зигзагом, чтобы нас получше рассмотреть. Круглый год небольшая команда заповедника фактически живет при лошадях в степи на кордоне и подробно изучает их поведение, пристрастие и вкусы. Они будут есть все, в том числе даже вот этот сухой корм. Там все равно есть что-то для них питательное. Просто они будут пастись гораздо дольше. Кроме того, в рацион лошадей входит различные полы. Она поедается лошадьми Прживайского. Вероятно, они находят там какие-то необходимые минеральные соли или другие вещества. И хотя это не основной корм для лошадей, но однако зимой они его поедают. Лошади в Венгрии не получали никакой подкормки такой дополнительной. А овес, как все знают, это лошадиные конфеты. И я их хочу приучить к овсу. Главная задача, которая стоит перед людьми, создать популяцию лошадей Прживальского, которая могла бы обитать в условиях, максимально приближенных к тем, в которых жили их предки. Лошадь Прживальского. Под вид дикой лошади, обитающей в Азии. Высота в холке до 138 сантиметров. Длина тела чуть больше двух метров. Гриба короткая, стоячая, без челки. Продолжительность жизни около 20 лет. В 1878 году Николай Прживальский привез из экспедиции по Центральной Азии шкуру и череп какой-то дикой лошади. Когда зоологи провели тщательное исследование, оказалось, что это ранее неизвестный науке вид. Лошадь назвали в честь первооткрывателя. Степь для лошади Прживальского. Это их, естественно, среда обитания. Это их дом, где они должны жить. И степь без лошади тоже существовать не может. А в степи нужны копытные. Поэтому они дополняют друг друга и гармоничны степи именно при наличии лошадей в ней или других копытных. Эти лошади – социальные животные. Они живут небольшими семейными группами во главе с вожаком. Еще сто лет назад на всем земном шаре оставалось лишь несколько десятков чистокровных лошадей Прживальского. На рубеже 19 и 20 века были отловлены несколько особей. Из них дали эффективное потомство только 11. И плюс еще одна лошадь монголами была поймана в 1947 году, сразу после войны. И вот эти вот всего-навсего 12 чистокровных особей дали начало всей сохранившейся сейчас на земле лошади Прживальского. Их сейчас уже почти 2,5 тысячи. На профессиональном языке это называется «пройти через бутылочное горлышко». То есть проскочить точку невозврата. Именно такая счастливая судьба выпала последней дикой лошади планеты. Лошадь Прживальского – это для меня любимое животное, цветок моей души и просто удовольствие. Наши предки стремились покорить природу. Но она оказалась намного мудрее людей и терпеливее. Природа жертвовала миллионами зверей и птиц, морских обитателей и жителей пустынь. И все ради одного – чтобы человек одумался. Иначе он тоже окажется в черной книге. Один из последних индейских вождей, прекрасно понимая, что варварская цивилизация колонистов одерживает победу, предупредил. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги есть нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok